Казахстан и Бельгия намерены реализовать новые проекты в сфере сельского хозяйства и фармацевтики. Такая договоренность была достигнута в ходе официального визита Касамжумарта Тукаева в Брюссель. Глава государства провел переговоры с королем, премьер-министром Бельгии и президентом Европейского совета. А сегодня встретится с руководителями крупнейших европейских компаний и председателем Еврокомиссии. Подробнее в репортаже моих столичных коллег. Это первый официальный визит Касамжумарта Тукаева в Бельгию. В целом, с начала пандемии это первая поездка в Европу. Ранее президент был в Германии в 2019 году. Теперь вот официальный Брюссель проявляет уважение и приветствует президента Казахстана. Король Бельгии Филипп принял Касамжумарта Тукаева в своем дворце. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарных сферах. Стороны также обменялись мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня. Бельгия занимает шестое место по инвестициям в экономику Казахстана. Крупнейшие компании работают по таким направлениям, как инфраструктура, нефтегазовые отрасли, машиностроение, водоочистка. Поэтому Касамжумарта Тукаев во время переговоров с премьер-министром Бельгии Александром Декром отдавал приоритет торгово-экономическим связям. Также на встрече обсуждался вопрос борьбы с коронавирусом. Касамжумарта Тукаев предложил наладить сотрудничество между нацхолдингом Казбиофарм и недавно созданной бельгийской биофармацевтической платформой. А на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем Касамжумарта Тукаев отдал приоритет развитию отношений между Казахстаном и Евросоюзом. Были затронуты вопросы безопасности в Афганистане, водных ресурсов в Центральной Азии. Президент Казахстана отметил, что для выравнивания важнейших интересов государств региона в области гидроэнергетики, эрогации и охраны окружающей среды необходимо создание международного водно-энергетического консорциума. А Евросоюз заявил о готовности к сотрудничеству по новому плану экологического развития под названием «Зеленое соглашение». Когда речь идет о нормализации постпандемической ситуации, приоритет отдается устойчивому развитию. В этой связи мы высоко оцениваем задачи, которые Казахстан возложил на себя на конференции ООН по климату в Глазка. Мы также приветствуем решимость Казахстана самостоятельно заключить свое «зеленое соглашение». Таким образом Казахстан демонстрирует неравнодушие к проблемам, связанным с изменением климата. В рамках визита президента планируется подписание нового соглашения в сфере сельского хозяйства. Казахстанская компания ОЛЖА Агро совместно с бельгийскими коллегами заинтересована в производстве льняного масла. До этого Бельгия закупала лен из Казахстана, перерабатывала у себя, а затем перевозила в Китай. Теперь скоро такой завод откроют в нашей стране и сразу отправят к соседу. Следовательно, если Бельгия откроет для Казахстана путь в Европу, Казахстан станет мостом, соединяющим Европу с Азией. Продолжение следует...